МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Я ей говорю, рыбалка – это святое. А она мне. Если не поедешь к моей маме, домой можешь не приходить. Ага. Так это ты поэтому уже третью ночь у Бришки ночуешь, да? Понятно. Так она рыбалку что, ездила? Да, то. И что поймала? Ша, хорош базарить. С чего начнем? Я не знаю, как вы, я лично начну с нужды малой. О-о-о-о. Э, мужики! Тут у нас это, мертвяк? Это преступление произошло в марте 1978 года в Харькове. Дом, построенный в 30-е годы, в 73-м году сгорел. Через пять лет власти приняли решение о восстановлении дома. Для ремонтных работ приехала бригада строителей. Они обнаружили в здании тело мужчины. На место прибыла следственно-оперативная группа во главе со следователем прокуратуры Виктором Андреевичем Пилипенко. Утро доброе, коллеги. Чем порадуете? Доброе. Три пулевых. Карманы вывернуты. Документы оставили. Кошелька нет. Три пулевых из-за кошелька? Мощно. Сергей Игнатов. 30 лет. Парень на вид приличный. Какого черта его сюда занесло? По нужде? Не думаю. Вот это нашли у него в паспорте. Третий этаж, 35-я квартира. А это 35-я? Да. Рядом с трупом обнаружили вот этот лом. Я проверю отпечатки. Думаю, что он принес этот ломик с собой. Вот только зачем? С выводами не будем торопиться. Ты закончил? Здесь уже да. Идем. Так, двор, площадка, куча окон. Скажи ребятам, пусть жильцов поспрашивают, может, кто чего видел. Виктор Андреевич, не переживайте, все сделаем. Я не переживаю. С информацией не тяни, действуй. Эй, пацаны! Пацаны! Сюда подойдите. Часто здесь играете. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Да, да, Алексей Евгеньевич. Я все понимаю. Если бы не это убийство, я бы уже за два дня. Алексей Евгеньевич, ребята хорошо поработали с бумагами. Да, я постараюсь побыстрее. До свидания. Ко второй половине дня оперативник Фролов собрал информацию об убитом. Сергей Игнатов работал журналистом в газете «Вечерний Харьков». Вел рубрику о культуре. Писал о театре, выставках, музеях. Не вовремя это все. У меня хищение, кладокомбинат, проверка, а тут твои дети культуры. Развелся недавно? Да, уже как два месяца. Прожили вместе три года. С бывшей начни, допроси. Уже договорился. Иди. Алло. Ефимыч, здравствуй, дорогой. Слушай, мне срочно нужна информация по транспорту. Да, хладокомбинат. Давай, жду. Вы знаете, Сережа всегда старался быть другом для всех. Он мог найти общие языки с сантехником, с директором. Если честно, я до сих пор не могу поверить. Еще раз примите мои соболезнования. А почему вы расстались? Хороший вопрос. В последнее время Сережа как сбрендил. Анастасия Игнатова рассказала, что полгода назад ее муж брал интервью у директора исторического музея Тимофея Мухина. Тот рассказывал о новой экспозиции. И в разговоре упомянул, что у многих людей дома находятся большие ценности, о которых те даже не подозревают. Это часы, марки, посуда. Ну, и с того момента Сережа помешался на этой теме. Он стал искать какой-то полтинник. Полтинник? Да, так он говорил. Сережа, мне надоела твоя макулатура по всей квартире. Не трогай. Правда, еду поставить не туда. Я сам все уберу. Как только закончу, это нельзя трогать. Смешивать или я ничего потом не найду. Так заканчивай, давно пора. Я уже забыла, когда ты на меня последний раз смотрел, а не бумажки свои. Настя, не начинай. Я не начинаю. Тебя дома почти не бывает. Ну, потерпи, родная, потерпи. Мы заживем. Когда? Как только я найду полтинник. О, Господи, ты сумасшедший. Я с тобой разведусь. Ну, разводись. Вот, вот здесь где-то монету. Наверное. А что это еще может быть? Может, вы помните что-то еще? Еще? Пару недель назад звонил какой-то мужчина. Он, видимо, не знал, что мы с Сергеем больше не живем вместе. Он сказал, что Сережа задолжал ему много денег и попросил передать, что если тот не вернет долг, то о дневнике он может забыть. Что за дневник? Я понятия не имею. Сережа, не Лев Толстой, не школьник, чтобы дневники везти. А голос показался вам знакомый? Нет. Может, вы хотите сказать что-то еще? Нет. Ясно. Спасибо. Пока все. Внезапное увлечение Игнатова раритетными вещами подсказывало сыщикам, убийцу надо искать в среде коллекционеров. Одно из самых популярных увлечений советских людей – коллекционирование. Азарт, обладание редким значком, монетой, маркой или спичечным коробком захватывал миллионы. Чтобы общаться, советоваться, обмениваться и просто хвастаться своими коллекциями, собирались в официальное общество. В каждом из них была особая каста, которую называли антиквары. Старинные значки, ордена, марки и монеты требовали немалых затрат, и были люди, которые могли себе это позволить. Кроме честного обмена или покупки, существовал еще один путь – завладеть раритетом. Купить старинную вещь у хозяина, который даже не догадывается о ее ценности. Известен случай, когда семья из Нью-Йорка, разбирая хлам на чердаке, обнаружила цветную человеческую фигурку. Оказалось, вещь кто-то привез в Америку из России. Это была редкая камнерезная фигурка работы Фаберже, созданная по заказу Николая II. Фигурка ушла с молотка на аукционе Stair Galleries за 5 миллионов 200 тысяч долларов. Вероятнее всего, тот, кто ее привез, даже не догадывался, что мог разбогатеть за мгновение. Оперативник Фролов связался с АТС и выяснил, что две недели назад на домашний номер Анастасии Игнатовой звонили с завода металлоконструкции. Филипенко и Фролов отправились туда и выяснили, что номер телефона закреплен за кабинетом номер 10, в котором работает заместитель директора Игорь Нестеров. Начальник отдела кадров рассказал, что зам директора хороший специалист, но у него сложные отношения с коллективом. Однажды он был замешан в скандале с недочетом по бухгалтерии, но дело замялось. Следователь и оперативник решили встретиться с Нестеровым. Вдохни. Ты. Где? Говори, где. Найду хуже будет. Еще раз! И ты будешь у меня уволен! Ты меня понял? В заброшенном доме найден труп журналиста газеты «Вечерний Харьков» Сергея Игнатова, погибшего от пулевых ранений. Бывшая жена убитого рассказала, Сергей последнее время увлекался коллекционированием, искал какой-то редкий полтинник. Незадолго до гибели Сергея ей позвонил неизвестный и требовал, чтобы Игнатов вернул ему долг. Выяснили. Звонили из кабинета Игоря Нестерова, зам директора завода металлоконструкции. Игорь Нестеров? Это смотря для кого? Идите работай. Что надо? Пилипенко объяснил Нестерову, что они знают. Он одолжил деньги Сергею Игнатову, а также о его звонке Насте Игнатовой и угрозах. Да никому я не угрожал. А это будете на суде рассказывать. Два дня назад Игнатова убили. Что? Как убили? Вы думаете, что это я? Да незачем мне было, клянусь. Расскажите, в каких вы были отношениях? Да какие там отношения? Щукин свел и все. Ты от Щукина? Да, он советовал мне обратиться именно к вам. Я понял. Слушаю. Я ищу одну вещь. Это очень затратно. И я бы хотел... Сколько? Немало. Немало. Но я верну через два месяца. И увеличу сумму на 15%. Ну, не знаю, не знаю. Тут надо подумать. На 25%. Хорошо. Только я вас не знаю. Оформим договор займа денег у нотариуса. А потом все сроки прошли. Ни ответа вам, ни привета. Я к Щукину поговорить, а тот только извиняется. Дальше, дальше. А что дальше? Ну, выловил я его возле подъезда. Поругались. Он клялся, божился, что отдаст мне все деньги. Через пару дней. Дневник оставил в залог. Какой дневник? Обложка кожаная, ремнем перетянутая. Коллекционера видно какого-то дневника. Потому что он описывал туда поиски различных раритетов. А как дневник оказался у Игнатова? Да вроде он его купил на барахолке. А тот оказался ценный. Но видно только для Игнатова. Потому что он все свои поиски по этому дневнику проводил. Нам нужен этот дневник. А у меня нет его, я его продал. Кому? Ну, нашему главному механику. Он как-то зашел ко мне в кабинет, увидел его, но и заинтересовался. Рябов зовут. Ищи Рябова. Ну-ка расскажите мне про вашего главного механика. Да что рассказывать? Рябов сегодня был на смене. За несколько минут оперативник его разыскал. Денис Рябов? Да. Я по поводу дневника, который вы купили у Игоря Нестерова. Что? Ну, того дневника в кожаном переплете. Ты кто вообще такой, а? Денис, кто там? Да бежон какой-то нарисовался тут. Непонятно, что хочет. На, держи. А ну, стоять! Прокуратура! Простите, я думал, что он из этих, которые за чужим добром охотятся. Я не видел удостоверения. Я его даже достать не успел! Статью захотели? Нападение на сотрудника милиции. Тебе что, не на минуту оставить нельзя? Дневник где? Я так понимаю, что безвозвратно теперь? Я его все-таки честно купил. Зачем он тебе? Да я монеты собираю. В клубе нумизматов я услышал о дневнике Хромова, что в нем есть важная информация. Затем увидел его на столе Нестерова. Купил. А там все обрывками какими-то непонятно ничего. В основном это какой-то полтинник. Пока я изымаю, как вещдок. По окончании дела напишешь ходатайство о возврате. Идем. В порядок себя приведи. Вот тот самый дневник, который Сергей Игнатов купил на барахолке. Из записи ясно, что в 1965 году он принадлежал Борису Хромову, преподавателю истории в Харьковском университете. Он был заядлым коллекционером раритетных вещей. В дневник Борис записывал ход поисков. Последнее, что отчаянно искал Хромов, была редкая почтовая марка под названием «Консульский полтинник». Специалисты говорят, что эта марка может стоить десятки тысяч. Не слабо. Ради такого куша многие захотят начать рискованную игру. Это да. Вот что о ней пишут. В 1922 году была открыта первая в РСФСР международная воздушная линия «Москва-Кёнинсберг». Кристинским было предложено использовать императорские консульские марки в качестве почтовых. Но, так как этот выпуск был осуществлен без согласования с наркомпочтой, то вышел приказ об изъятии марок из обращения. Учитывая то, что марки использовались на дипломатической корреспонденции, которая является секретной, то все письма и посылки с этими марками подлежали уничтожению, что и делает эти марки самыми редкими. Хромов пишет в своем дневнике, что полтинник находится у некоего хирурга по фамилии Диденко. Но вот встретился он с ним или нет, неясно. На этом записи обрываются. Я свяжусь с адресно-справочной службой. Выясню адрес этого Диденко. Я вот что подумал. Игнатов начал поиски этой марки после интервью с директором музея. Надо бы его навестить. Он может что-то подсказать. Правильно мыслишь, молодец. В музей я уже звонил, директор в командировке. Подождем. Оперативник Фролов отправил запрос в архив БТИ, чтобы получить адрес проживания хирурга Ильи Диденко. Выяснилось, что хирург проживал на третьем этаже в квартире 35, дома номер 14, в том самом месте, где был убит Сергей Игнатов. Диденко умер в 1972 году, за два месяца до пожара. Это обстоятельство заставило следователя вернуться в заброшенный дом. Пилипенко предположил, что марка, за которой охотились многие, находилась именно в этой сгоревшей квартире. КОНЕЦ Следователь понимал, что Игнатов нашел сейф благодаря записям из дневника. Но в комнате побывал и убийца. Скорее всего, этот человек следил за Игнатовым. Забрал ли он марку или нашел сейф пустым, оставалось неизвестным. Виктор Андреевич, на минуточку. Приветствую. Провели баллистическую экспертизу? Да. Из тела Игнатова извлечены три пули калибра 9 миллиметров. Но это не главное. А что главное? Это убийство связано с событиями десятилетней давности. Пистолет, из которого застрелили Игнатова, фигурировал в нераскрытом деле об убийстве в 1968 году. Так, а кто жертва? Коллекционер Хромов. Хозяин дневника? Интересно. Историк Виктор Хромов. Застрелили и сбросили в реку Лопань в Харьковской области. Тело нашли через три месяца. А пистолет? Пистолет принадлежал Хромову. Интересно. Я полистаю. Спасибо. Пилипенко стало ясно, почему записи в дневнике оборвались почти в конце поисков полтинника. Коллекционер Хромов так и не смог найти хирурга Диденко. Его убили. Дневник пропал и всплыл на барахолке спустя девять лет, где попал в руки Игнатова. Пилипенко понимал, что возможно для раскрытия убийства Сергея Игнатова ему придется раскрыть дело десятилетней давности. Виктор Андреевич, я нашел кое-что интересное. У меня на руках открытое уголовное дело годичной давности. Заявитель директора музея Мухин. Мухин. Это тот интервью, с которым Игнатова восстановила на поиске раритета? Да. Он заявлял, что из музея пропали некоторые вещи. Есть список. Пару статуэток, монеты. И что? Поискали. Вещи не нашли, дело так и не закрыто. К чему ты клонишь? В списке имеется тот самый дневник в кожаном переплете с ремешком. Дневник Хромова? Да. Все вещи в музей передавала его вдова. А что ж получается? Директор музея тоже охотится за полтинником? Может быть. В любом случае, до того, как он оказался на барахолке, он побывал у него в руках. По идее, он уже должен вернуться из командировки. Молодец. Молодец. На следующее утро следователь Пилипенко договорился о встрече с директором музея. Пожалуйста, не трогайте руками. Вы меня хотели видеть. Да, у меня к вам есть несколько вопросов. Слушаю. Год назад вы писали заявление в милицию о пропаже некоторых предметов из опасников музея. Ну да, было такое. Среди этих предметов был дневник. 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 Наверное, дело в том, что все вещи уже нашлись. Да? А почему вы заявление не написали? Дело до сих пор открыто. А, простите, как это говорится, забывчивость старых искусствоведов. Вы знаете, если честно, милиция тоже как-то плохо работала. А дневник тоже нашелся? Не знаю. Наверное, да. И я могу посмотреть найденные вещи. Конечно, 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 но давайте только не сегодня. Давайте через две недели. Дело в том, что у меня в запаснике полный расхардаш. Привезли эспанаты для выставки. И вот наведем порядок. Ну, и тогда приходите, посмотрите. Но дело в том, что вот эти все старые вещи, они не ценные. Лежат где-то в дальнем углу. Вот. Ну, просто их не найти. Дневник тоже лежит в дальнем углу? Ну, слушайте, у меня 300 дневников, 300 тетрадей, книг. Я даже уже не понимаю, о каком дневнике речь идет. Разберемся? Найдем. Две недели. Я приду через две недели. До свидания. Поведение директора музея насторожило Перепенко. Тот явно не хотел говорить о дневнике. Тем временем оперативники продолжали опрашивать жильцов дома, который находился напротив места преступления. Они обошли 30 квартир. Опросили больше 40 человек, но полезных сведений пока не получили. Кто-то вроде бы слышал три выстрела, но никто ничего не видел. Оперативник Фролов тоже выехал туда, чтобы подключиться к опросам. То есть вы утверждаете, что ничего не видели? Свободны. Боюсь, что мы тут зря тратим время. Уже столько опрошенных и ничего. Да, толку ноль. Завтра уже неделя, как я сюда езжу. С кем только не говорил. Может, хорош уже? Может, и хорош. А с этими говорил? Нет. Этих тут первый раз вижу. Говоришь, первый раз видишь? А ну-ка, пойдем. Э, мужики! Мужики! Стоять! Далеко собрался? Тихо, теперь начальник. Стой! Да ты что? Да мы просто... Да ничего такого. Все, все, больняши, начальник. Ничего такого? А что бежали? Да не любим мы с милицией общаться. Начальник, мы в картишки хотели перекинуться. Мы с соседнего двора. По выходным играем, в карты режемся. У нас здесь негде, все, в гаражах. Прошлые выходные здесь были? Да, были. Да посидели, в карты поиграли. Все было тихо. А что, на нас кто-то жалуется? Да поздно играли? Да. Видели кого-то сгоревшего дома? Кто-то выходил, может, заходил. Говори! Ну, видели одного. С той стороны пришел, в окно залез. Вот этот? Нет, тут старший был. Он залазил, еще хрень какую-то потерял. На ключ похожая, только наконечник, квадратненький такой. Я подошел, посмотрел, но не брал. Во сколько он вышел? Мы не видели. Значит так, мужики, водку в общественном месте, ни-ни. Здесь дети играют. Ясно? Поняли. Пойдем. Оперативник рассказал следователю о мужчине, которого видели местные пьянчуги в вечер убийства, а также о странном предмете в форме ключа с квадратным наконечником, который тот обронил. Пилипенко вспомнил. Видел такой ключ у директора музея. Им открывают музейные витрины. Следователь и оперативник отправились поговорить с Мухиным. Нигде нет. Тимофей Василь! Товарищ следователь, снова вы. Снова я. Ну, извините, я спешу. Придется опоздать. Журналист Игнатов, который брал у вас интервью для газеты, был убит. Помните такого? Помню. Ну, а почему здесь я? Я его видел только один раз. У меня есть свидетели, опознавшие ключ, который вы обронили в уже сгоревшего дома. Вы меня подозреваете. Ладно. Сейчас вы узнаете, что я ни при чем. Подождите пять минут. Сейчас я пойду за доказательствами в свой кабинет. Простите, а где кабинет директора? Там. Стоять! Это вы зря, Тимофей Васильевич. Я бегать не люблю. Тимофей Васильевич, сразу хочу предупредить, что ваше дело плохо. Вас видели мужчины, которые играли в карты во дворе дома в ночь убийства. Проведем опознание и... Я не убивал! Послушайте, я клянусь, я не убивал! Мухин сообщил, что спустя некоторое время после интервью Игнатов пришел к нему и попросил рассказать о полтиннике. Мухин понял, что дневник Хромова как-то попал в руки журналиста. А я знал, я знал, что это дневник Хромова. Все эти записи я изучил. В поиске я... У меня не получалось. А у Игнатова... Пошло далеко. И поэтому я за ним начал следить. Так, значит, он вас оглушил? Конечно! Конечно! Вот видите, Шишка. Окребался через полчаса где-то. Ну, и наткнулся на тело Игнатова. Испугался... И убежал. Ну, звучит малоубедительно. Ну, это правда! Правда! Это ваши слова. Чёрная Волга. Что? Я несколько раз видел Чёрную Волгу. А может, за ним кто-то следил другой. И убийца... Это водитель Чёрной Волги? А номер вы, конечно, не запомнили. Нет. Нет. Но боковое стекло было разбито. Точно? Да. Да. И ещё на день открытых дверей в музей Игнатов приходил со стариком. Такой, знаете, высокий старик. И у него этот свитер такой серенький. Они пришли, чтобы посмотреть старые карты города. А гости все расписывали в журнале. Так, может быть, поднять списки? И посмотреть? А? Товарищ следователь, ну... Ну, я вам хочу помочь, а? Ну, пожалуйста, а? Товарищ следователь, поверьте мне. Следователь задержал Мухина на 72 часа до предъявления обвинения. А тем временем дал задание оперативникам узнать, кто был тот старик, который приходил с Игнатовым в музей. Им оказался Герман Градов. Руководит библиотекой в райцентре Дергачи. У Градова обширные знания в разных областях, в том числе и филателии. Фролов выяснил, черной Волги у него нет. Следователь выехал в Дергачи, чтобы встретиться с Градовым. В заброшенном доме найден труп журналиста газеты «Вечерний Харьков» Сергея Игнатова, погибшего от пулевых ранений. Сыщики выяснили, убитый искал почтовую марку под названием «Консульский полтенник». Поиски строил на основе записей в дневнике, убитого 10 лет назад коллекционера Бориса Хромова. Оказалось, за этим дневником охотились многие филателлисты. Под подозрение попадает директор исторического музея Тимофей Мухин. Здравствуйте. Герман Градов? Да. Он самый, чем могу помочь? Следователь прокуратуры Пилипенко. Я расследую убийство Сергея Игнатова. Вы приходили с ним в музей. Вы хорошо его знали? Убили. Жалко. Хороший был парень. Хорошо ли я его знал? Ну, не очень. Он был помешан на этом консульском полтиннике. Кстати, очень популярность среди филателлистов. Раритет. Он был несколько раз у меня, приезжал за консультацией. А почему именно к вам? Ну, он узнал каким-то образом, что я в молодости увлекался филателлией и имею определенный запас знаний по этому вопросу. А зачем вы приходили в музей? Так на выставке представляли старые карты города. А Игнатов искал какой-то перекресток. Он прочел в дневнике. Он искал это место на карте, а я приехал за компанией. Решил посмотреть экспозицию. Скажите, а перекресток это не там, где находится дом номер 14, ну, который сгорел? Да, да, да. Оно, оно. Ясно. Спасибо. Скажите, а Игнатов в конце концов нашел марку? Да я не знаю. После того мы с ним не встречались. Но мне кажется, что этот полчинник, он похож на золото ацтеков. Вроде где-то есть, а найти не могут. Хотя искали многие. Я так думаю, что эта марка вряд ли сохранилась. До свидания. Пока следователь находился в Дергачах, за клубом филателлистов в Харькове следил оперативник Фролов. Он хотел понять, есть ли у кого-то из коллекционеров «Черная Волга». Игнатов в Харькове следил за двумя. Это место. Егнатов в Харькове следил за двумя. Алло, Виктор Андреевич, Фролов, я у Дома культуры, где клуб филателлистов. Здесь Черная Волга. Хорошо. Следователь и оперативник пришли в клуб под видом филателлистов. Они не хотели привлекать к себе особого внимания, по крайней мере до тех пор, пока не найдется хозяин Черной Волги. Виктор Андреевич, я надеюсь, моя коллекция не пострадает. Вообще-то я ничего не планировал. Да ничего в своей коллекции не случится. Стань вот там, я пойду поспрашиваю. Здрасте. А можно я рядышком стану? Спасибо. Простите, вы не могли бы мне подсказать что-то о консульском полтиннике? План следователя заключался в том, чтобы не навязчиво расспросить завсегдатаев об уникальной марке. Он рассчитывал, что хозяин Волги, который, по словам директора музея Мухина, тоже охотится за маркой, как-то проявит себя. Девушка, простите, вы можете что-нибудь подсказать о консульском полтиннике? Жаль. Извините. Простите, вы можете мне подсказать что-нибудь о консульском полтиннике? Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вы интересовались полтинником? Да, я. И у вас есть какая-то информация по нему? Ну, кое-что есть, но если позволите, с глазу на глаз. Да, конечно. Пойдемте. Красивая машина. Ваша? Да. А откуда знаете? По должности положено следователь прокуратуры Пилипенко. Я хочу задать вам несколько вопросов. Задавайте. Мне скрывать нечего. Ну, для начала представьтесь. Максим Диденко, филателлист в третьем поколении. Марка, про которую вы спрашивали, принадлежала моему деду, известному хирургу Диденко. Но он никогда не показывал никому ее. И вот после его смерти я и начал искать ее. Ну, я думаю, ее украли у него еще при жизни. А вы следили за Игнатовым? Да. Но его среди филателлистов никто не воспринимал толком. Да и я тоже. Никто не верил, что он найдет волтинник. И я перестал верить. А потом узнал, что его убили. Кошмар, конечно. У Максима Диденко было железное алиби на ночь смерти Игнатова. Он был в гостях у приятеля на дне рождения. Диденко знал, что у Игнатова есть дневник Хромова. Тот когда-то приходил к его родителям, интересовался, где живет дед. Но адрес Хромову родители тогда не дали. Максим запомнил, что у Хромова было большое родимое пятно на правой кисти. Через какое-то время стало известно, что Хромова убили. Виктор Андрей! Осторожней! Я же вас искал, вы меня бросили! Да ничего страшного, ты что, мне скучал? Коллекционируешь, значит, эволюционируешь. Ну что, сгодилась твоя коллекция? Нет, сказали, что у меня в коллекции ничего ценного. Так куда вы пропали? Да нужно было проверить кое-что. Смотри, это дело убитого Хромова от 68-го года. Видишь, труп вытащен из воды? Пятна нет. Какого пятна? Родимого. Диденко-младший мне сказал, что видел Хромова, и у него на руке было родимое пятно. А на трупе нет. И в описании особых примет тоже не значится. Ну тут сложно сказать, он весь серый. Сложно сказать, у библиотекаря Градова, который приходил с Игнатомом в музей, на руке родимое пятно. А вы думаете... Думаю. Это не Хромов. На следующее утро следственно-оперативная группа сразу направилась в библиотеку города Дергачи. Директор был на месте. У вас снова вопрос? Да, гражданин Градов. Вернее, правильнее сказать, товарищ Хромов. Выход в другой стороне. Давай, пошел. Вернее, правильнее сказать, товарищ Хромов. Вернее, правильнее сказать, товарищ Хромов. Виктор Андреевич, нашли? Ну-ка, ну-ка. Так вот этот заветный полтинник. Да, Хромов, наворотили вы дел. Будете сотрудничать, зачтется. Спрашивайте. Мне уже все равно. Зачем вам нужно было инсценировать собственную смерть? За Маркой было много охотников. А я продвинулся дальше всех. Боялся. Убьют. После вашей смерти дневник оказался в руках у директора музея Мухина. И он тоже начал искать полтинник. Вы за ним следили? Да. А у Мухина дневник украли. И он оказался у Игнатова. Что хорошо, кстати. Игнатов вискал лучше, чем Мухин. И нашел. Убить человека из-за Марки. Вот это эволюция. И что теперь будет? Как что? Вас посадят. А я не о себе. Я о Марке. О Марке я. Останется у нас в качестве вещдока. Следователь Пилипенко раскрыл сразу два дела. Первая – инсценировка смерти Хромова 10 лет назад. Тогда погиб филателлист по фамилии Рощин, который не давал Хромову прохода. Следил за каждым его движением, чтобы опередить в поиске Марки. Хромов застрелил его, вложил свои документы и сбросил в реку. Позже он купил новое удостоверение личности на имя Германа Градова и поселился в Дергачах. Рощин находился в розыске, как пропавший без вести. Тогда его исчезновение с гибелью Хромова никак не связали. За убийство Игнатова и Рощина Хромову дали 15 лет. Он скончался в тюрьме через год в возрасте 75 лет.